как всегда неожиданная погода с утра было пасмурно все небо заложено так скучно не хотелось даже выходить никуда и прошло пару часов и вот как-то ну так все эти облака куда-то пропали это пасмурно показалось солнце сразу так интересно стало и уже хочется куда-то выйти погулять красиво и этот пейзаж может поменяться через пару минут даже не то что часов но хотя пока видно как они плывут наверное сильный ветер хотя нет если он и сильный то где-то очень высоко потому что вот верхушки деревьев если посмотреть почти не не шевелится красота красота приятный денечек прибыла елочек на моем столике вот такая сегодня увидела не выдержалась купила смотрите это такая елочка но это не елочка это бутылочка бутылочка с нашим местным таким бруклану сула это по-моему брусничный сок натуральный все местные производители нас латвии стараются что-то такое интересное сделать и вот я считаю что это такой удачный красивый вариант к новому году прелесть просто там был еще клюквенный красная елочкой по моему смородиновый такая фиолетовая елочка тоже на вкус не знаю еще не открывала потому что любуюсь красиво просто так прикольненько молодцы они стараются все время что-то интересное такое делать все-таки неистребимое желание в людях что-то сделать свое они покупать европейские стандартные разные продукты у нас и конфетки такие интересные давно уже производится коровка такая сейчас много вариантов и стараются очень много делать из облепихи различные там цукатики и варенье в общем чего только не делает и мед сейчас стали делать у нас латвии если раньше был просто мед то теперь это тоже с разными добавками и орехов и клюквы и брусники и чего там только не добавляют и получается что-то такое очень интересное на самом деле молодцы люди вообще у кого вот так голова работает куда надо каком нужно направлении вот и ручки растут из нужного места просто респект и уважуха таким людям потому что очень сложно весь этот частный бизнес особенно такой специфический тем более связаны с продуктами вот эту елочку тоже сделали мне она так нравится исключительно красивый из перышек вот ну пришло же в голову кому-то молодцы ребятки такие у меня елочки теперь две на столе ветер ветер ты могуч ты гоняешь стаи туч и не только стаи тучи еще аппетит гоняешь лесенка лесенка бесконечная решила все-таки вытянула меня эта погода эти красивые облака желание посмотреть на них поближе ветер очень сильно поэтому нашла место где можно высоко-высоко подняться и посмотреть на всю эту красоту так сколько у нас сейчас времени глянем 25 декабря 2015 год Рига и сейчас мы много чего увидим с высоты этого мостика например две такие башенки которые у нас строятся башни-близнецы будут они стоят практически на берегу да около вантового моста рядышком долго-долго строится так здесь еще остались тополя это мне очень нравится потому что у нас их пилили-пилили и все спилили здесь какое-то заведение отопительное такие высоченные трубы ой как красиво посмотрите какое небо такое волнующее волнующее осеннее скорее чем зимнее но очень красивое эти последние лучи солнца закатного и какая красота березки белые стволы березок ну и райончик там вот вдалеке пятиэтажек кирпичных а здесь я гуляю в районе станции для по наверху будет очень сильный ветер поэтому возможно меня не будет слышно особенно болтать не буду что-то Такой красивый закат Железнодорожные пути, которые сейчас не используются никак Больше здесь не происходит никакого ремонта Такая интересная здесь пешеходная Мостик пешеходный через железнодорожные пути А здесь с этой стороны депо Станция депо и само место, где раньше ремонтировались вагоны Вот здесь поезда Ветер, вот здесь холодно Может быть здесь не забыть, немножко поспокойнее Может быть здесь не забыть, немножко поспокойнее Дорожка, по которой вообще, наверное, никто не спускается Потому что она практически в никуда Пространство закрыто различными воротами Но тоже здесь очень много растет тополей И весной такой чудный запах И уже все заросло вагон Не знаю, как кому, мне нравятся такие места обходить Что-то в этом есть Такое интересное Мне так нравится изменчивость облаков Их непостоянство Вот они плывут через минуту-две Это уже совершенно другой пейзаж Так красиво, посмотрите Что-то все-таки это Здесь очень какое-то глухое место С этой станцией мало кто садится Рядом нету домов Есть электричка Сейчас увидим электричку с Юрмала Так, где эта электричка? Вот она остановилась на станции Депо Сейчас она Сейчас мы ее увидим Она где-то за деревьями Сейчас не видно Вот Писк Что-то за деревья С шести вагонка Она идет на станцию Зас-Локс Потом следующая Торниканс И следующая Рига Продолжение следует... Продолжение следует...